Ниньский округ окружен водой и болотами. Единственная круглогодичная связь с другими регионами – самолет. Впрочем, есть и альтернативы. Зимой – это временная дорога в республику Коми, летом – река. Запись на баром, кстати, уже стартовала. Да и в целом в Заполярье вовсю готовится к навигации. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Утро понедельника, а возле одной из транспортных компаний уже очередь. Люди стоят почти по часу, чтобы записаться на баржу. Не за горами сезон отпусков, а значит, появился ажиотаж на первые паромы. Ну, мы на первую баржу записывались, поэтому там примерные числа нам позвонят, сообщат точнее. А обратно уже по расписанию, как хотели, так записали. Всё отлично. Подошли, заняли очередь. Ну, стояли примерно около минут сорока. Всё отлично получилось на те даты, которые хотели. Со слов наринмарцев, ориентировочные даты первой баржи – 21-26 мая. Раннее бронирование запустили заблаговременно, так как ледоход в этом сезоне прогнозируют на середину мая. Весна выдалась ранняя, тёплая и с малым количеством осадков. В протоке Городецкий шар мы даём прогноз по вот этому пункту, где у нас стоит наблюдательский пост. У нас будет ледоход 17 мая при уровне 500. Ожидаем так. Это долгосрочный прогноз, но также он будет уточняться и в связи с развитием событий, которые будут происходить у нас на реке. Открытие навигации ожидают и жители сёл, расположенных вдоль реки Печора. Северная транспортная компания уже утвердила летнее расписание. С ним можно ознакомиться на сайте предприятия. Пока навигационный период не начался, между населёнными пунктами ходит воздушная подушка. Например, в посёлок Красное транспорт будет ходить, как только снимут мост через Кую. Когда у нас ледоход сходит, вот согласно моего расписания с 26 мая по 18 июня 2021 года, летняя навигация на Ренмар, Красная на Ренмар, она будет осуществляться в понедельник, в вторник, четвертый, пятница, воскресенье. Судами, которые уже не на воздушной подушке, которые уже приспособлены для хода в такой летний навигационный период. Открытие навигации планируется на 26 мая. Но если лёд сойдёт быстрее, первые суда отправятся в сёло раньше. На период распутицы для жителей сёл, расположенных вдоль Печоры, запущен рейс на Ренмарского объединённого авиаотряда. Выполняется он по средам при условии 50-процентной заполняемости вертолёта. Более подробную информацию можно уточнить в справочной службе аэропорта.